В Иркутске чуть не пострадала женщина, на туалет которой упала арматура. Может быть, эта новость и звучит иронично, но на самом деле является продолжением серьезной проблемы, в которой сегодня попытался разобраться наш корреспондент Евгений Шоев. Все подробности в первом материале выпуска. Поднять, приподнять. Ну, килограмма, наверное, три, четыре. Это муж еще выдернул. А, он прям в землю, да? Он ушел в землю, и его невозможно было выдернуть. Кусок арматуры, который показывает Лилия Михайловна, нанес удар в святая святых ее земельного участка. Штырь упал с 40-метровой высоты и пробил крышу туалета. Теперь женщина обходит его стороной, а ее огород медленно, но верно превращается в свалку строительного мусора. Психологически очень сложно. Это очень сложно, потому что качество жизни у нас резко ухудшилось. Особенно последние годы, после того, как началась стройка рядом. Не просто рядом, на расстоянии вытянутой руки. Уже год в Иркутском предместе Радищева возводят жилой комплекс. Пару месяцев назад застройщик раскопал котлован. У соседей в эту яму провалилась теплица. А у Лилии Михайловны теперь нет бани. Чтобы понять, насколько этом участке тесно, необходимо воспользоваться результатами геодезических исследований. Так вот, согласно им, от стены вот этого туалета до стены 17-этажного дома всего 7,5 метров. Более того, здесь есть, ее не видно, но она находится вот там, подпорная стенка. От нее до дома около 4,5 метров. И построена она уже на территории участка, что, само собой, незаконно. Не нужно быть юристом, чтобы понять это. Именно поэтому сейчас судьба и участка, и дома. И все эти конфликтные ситуации рассматриваются в кабинетах специальных инстанций. На место уже несколько раз выезжали сотрудники регионального стройнадзора. После многочисленных проверок и экспертиз выяснилось, что все действия застройщика законны. Точнее, почти все. Об этом говорится в ответе на официальный запрос, который мы отправили в ведомство. Службой в августе 2020 года будет проводиться проверка объекта, при которой будет учтен факт падения арматуры. Также от застройщика получена информация о приказе наказания виновных лиц. Вряд ли такой ответ поставит точку в споре, ведь это сегодня на участок нашей героини падает арматура. А что будет, когда дом сдадут в эксплуатацию? Вопрос, ответа на который нет ни у кого. Евгений Шоев, Владимир Пинаев. Новости по будням.